Это личные, личные семейные архивы, фотографии, вещи, которые были использованы при жизни данного человека, место захоронения, мемуары, интервью, в конечном итоге, которые потом проводятся или с человеком, или с знакомым, или с родственным. Конечно, речь, когда идет о Холокосте, немножко меняет цвет. Почему? Потому что, во-первых, у нас нет и никогда не будет конкретных данных о всех людей, которые погибли во время Холокоста. Мы не знаем, даже вот как мы увидим сегодня, есть такая маленькая, относительно маленькая община еврейская, которая жила 500 лет на Родусе. Увели оттуда около 2000 человек, а до сих пор мы не знаем сколько. Хотя, даже помните, в прошлом году я вам показал список. Но, конечно, там есть нюансы. И для того, чтобы создать окончательный список, есть, например, документальный центр, еврейский центр в Умеляне, который этим занимается уже 10 лет. И недавно дали свою версию. Но я потом с ними разговаривал, и говорят, все равно есть проблемы с цепями. Поэтому, тем более, будут проблемы с географиями этих людей, потому что по многим просто даже места захоронения нет. Но потом произошло вот такое маленькое и большое чудо. Мы нашли, или просто восстановили, лучше сказать, вот такой архив, который был создан в 1932 году итальянской полиции. И они продолжали туда вести дела практически до 8 мая 1945 года. Очень быстро буду... Пробьем? Пробьем? С кем? С кем? С кем? Вот так. И вот... Так... Или... Или? 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 Или всё очень. Обязательно. Здоровье? Угу. Угу. Это провиски карабинерии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 довольно часто, она ее не помнит. Она занималась проституцией, нелегальной проституцией. Была легальная в Италии, но она занималась нелегальной. Что значит, что не работала в одном доме, а работала как получается. И поэтому она не проходила все два раза в неделю к врачу, она не ходила. Ее несколько раз арестовали. Последний документ говорит о том, что ее принудительно положили в больницу. Депортация была 22 июля 1944 года. Есть такой документ, где говорится, что дирекция больницы передает эту девушку немецким битцаринам. Поэтому мы знаем, что ее принудительно покрыли. А это просто вот такая фотография. Это Мустафа Касус. Это турки. Потому что в этом архиве просто не турки, а евреи. Есть и другие этнические представители. Иначе кажется, что это архив только для евреев. Это не так. Там очень много, конечно, но не только. Что еще интересно в этом архиве. Вот перепис. Это один из сотных примеров. Это письмо от 1939 года, если я не ошибаюсь. Да. 1939 года. На французском языке. Конечно, это фотография. Самый коробник фотографировали письма, а потом письма доходили до адреса. А это что? Это перилюстрация? Почему перилюстрация? Это просто фотография, письмо, чтобы они оставили в деле и знают, о чем они пишут. Чтобы контролировать общину. Это контроль, контроль. Чисто. Вот. И вот это письмо находится в деле, которое называется «Еврейская община». Там шесть томов. Сотные документы. Но мы находим их в личных делах. Особенно, конечно, после, ну не только, но в большинстве, после 1938 года. Почему после 1938 года? Потому что 17 декабря 1938 года были приняты расовые законы во Экарде. И поэтому карабинеры стали сливить, как реагирует еврейская община на это. И как реагируют личные представители общины. Официальные там будут председатели и так далее. Совет представителей. Простые люди просто. Есть очень много простых людей. Когда пишут какие-то вещи интересные для самих карабинеров. Почему на французском? Потому что они общались на французском. А там есть французский? Да. Есть исторические причины. Потому... Я там вот так пишу. Вот. Это тоже такой интересный документ. Вот. Иностранные евреи. Но там по законам и те евреи, которые приехали в итальянскую территорию после 1 января 1919 года, считались иностранными. Поэтому тут, ну, когда мы считаем... Иностранные евреи, это не значит, что они были иностранными до закона. Там были иностранные евреи, на самом деле, как турки. И некоторые исключения из разных и других стран. Вот. Но, в основном, они стали иностранными. И вторая статья говорит о том, что иностранные евреи должны их покинуть в территории Талии. Поэтому, вот, идёт такое причисление. Статья разовая закона. Да, да, да. Идёт такое причисление. Вот тоже самое здесь. Такой пример. А потом уже есть официально. Да? Это 15 марта. Почему 15 марта 19-го года? Потому что первый срок, который они дали общение, чтобы вот все, кто должен, кто должен уехать, должен уехать до 15 марта. А потом этот дедлайн был перенесён несколько раз. Вот эти документы, я про них пока не буду говорить. Это мы в прошлом году говорили об этом. То есть, как итальянцы сотрудничали и до какой степени с немцами на образование список евреев. А вот тут, это то, что меня интересует больше всего. Конечно, о том, что находился вот такой фонд, стали узнавать все. И в том числе все родственники тех людей, которые или были депортированы, или умерли, или выжили, или каким-то образом не депортировали, потому что как-то в этом случае уехали до депортации. Вот им не пишут, конечно. Не говорю, что сотные письма, но пишут. Иногда пишут просто на адресах, где находится дом, даже адрес не знают. Потому что там переименовали улицы. И для того, чтобы получить обратно свое имущество. Но тут я отвечаю, мы этим не занимаемся и вообще не знаем, где находиться. То есть, для того, чтобы по каждому дому провести вот такой intelligence operation, да, это просто времени и у нас такого нет. А тут есть вот эта Беттина, это дочка одного еврея, одного врача, который жил на Родусе. Он уехал в Италию учиться, в Пису. И там практически все евреи Родуса учились в Писе. И, значит, до 1939 года потом он вернулся на Родус. И здесь находился еще 3-4 года, а потом уехал в Женеву, в Швейцарию, официально. Но она не знала. Она думала, что его отец уехал в 1933 году учиться и все, больше на Родус не вернулся. А потом что произошло? Она узнала по поводу этого архива. Разговаривала с одной знакомой. Ей сказала, да, на самом деле твой отец, по-моему, он где-то там появился на Родусе. У нее нет данных. Но где-то она позвонила тут, ну, говорится о том, что позвонила и написала Стелла Леви. Стелла Леви утвердила, да, твой отец, по-моему, был на Родусе, я его помню. Она тогда пишет и говорит, вот что произошло, потому что у нас есть вот такой документ. Сейчас покажу. Вот это единственный документ, который не находится в архиве. Это у нее дома. Это, видите, здесь Марио де Франческо. Это фальшивый документ, который он получил в Италии. Там 1942 год, конечно, он получил позже, но поставили 1942 год. Мы знаем, что он поэт-предвидитель. Здесь медико-хирурго знают, что он скрывался в Италии. Когда? Они не знают. А мы знаем. Вот. Поэтому что происходит? Вот тут это первый документ, который находится в его деле. Видите, фотография соответствует, да? Александр Беннадар, да? Вот. А тут документ, вот. От 1 сентября 1933 года, когда он просит разрешения поехать в Пису заниматься медицином. Ему отдают, он уезжает. А тут уже вот эта промемория. Видите, начинается лебрео жид. Жид, именно, да? Беннадар Александру Денисим, то есть отец Денисим. Значит, информация про него. 30 мая 1940 года он просит приехать обратно на Родуш. И тут дают характеристики и решают дать ему разрешение или не дать. Ему дают. Он возвращается на Родуш. Но поскольку у нас были расовые законы, и он для того, чтобы заниматься медициной, то есть работать врачом, он должен получить специальное разрешение и записаться в специальную книгу для еврейских врачей. Мы нашли эту книгу. И там вот его анкета. Это не в деле его, а в этой общей книге. Вот Беннадар Александру и вся его биография. Он, значит, где закончил Падуа, потому что потом специализация была в Падуе. 11 июля 1939 года. Извините, наоборот. Потом, значит, Пица. Падуа, Пица. Специализация была в Пице. Я пригодил. И, значит, он закончил 20 марта 1940 года. А потом, значит, с 7 апреля 1941 года его вписали, записали в эту специальную книгу. Поэтому он, значит, с 7 апреля 1941 года он может работать врачом на Родусе. Поэтому мы знаем, что 9 апреля он будет на Родусе. Следующий документ. Следующий документ. Следующий документ. Вы можете меня остановить, когда хотите. В принципе, Марка, вы... Я остановлюсь. Хотелось бы дальше послушать. Просто отпустим от обеда и дослушаем Марку. До конца. Значит, это... Хочется послушать. Вот этот документ от 1942 года. Э-э-э, Марку, аллора. 1942 года. Где говорит, что он просит, вот, доктора Пенантара, объяснил все характеристики, значит, он хочет поехать в Швейцарию для того, чтобы имплементировать, то есть, да? Еще продолжить специализацию в Кирургия Генерале в Университете Женефра. Значит, ну, решаем. Вот здесь. Дают им как решено. Вот. Здесь написано, что... Аутурица, то есть, да? Пожалуйста. И Читадина и Дже, Абеляция Религиона и Брайка, Денатаро Александро и так далее. Бог может уехать. И, значит, тут... Даже мы знаем, когда мы уехали. Почему? Потому что здесь, вот это, 2 сентября, 42-го года, значит, Денатаро Александро сказал, что он... А, он не сможет уехать завтра, поэтому мы знаем, что до 3-го сентября он будет на Роции. После 3-го сентября он уже точно приезжает. Почему точно уезжает? Потому что следующий документ говорит нам о том, что консульство, Генеральное консульство Италии в Женевре, он туда пришел и попросил... Приехать обратно, это уже 43-й год, 4-го августа, приехать обратно на Роции. Он там, значит, сидел год, был год в Женевре, а в августе он хотел обратно. Ему дают разрешение, но разрешение посмотрите на какое число, 3 или 1 или 3, не помню, сентября 43-го года, да? Почему он потом не поехал на Роции? Конечно, потому что 8-го сентября 43-го года Италия написала перемирие с союзниками, и там произошло все больше того, и поэтому он уже никуда не легал. Наверное, теперь уже идут не по документам, а какие-то выводы. Скорее всего, у него больше не было визии, то есть не продлили визу в Швейцарии. Конечно, они решают, куда можно перебраться, в Италию. Он там нашел организацию, которые мне предоставили вот этот фальшивый документ, который мы видели. И поэтому таким образом он выиграл. Вот, и видите, как пересекаются вот эти данные, да, семейные с официальными данными. Конечно, две вещи хочу сказать в итогах. Во-первых, это практически всегда, когда я проверяю устные информации и информации, которая содержится в этом фонде, устные информации неверные. Они взглядят за нарративом. И чем больше расстояние от момента происхождения того или иного факта, да, от момента рассказа, там нарратива, она более солидная и сложно как бы ее перебить. Даже было такое, в Нью-Йорке, когда вот с Стеллой Левой мы разговаривали официально, там была встреча открыта. Она говорит, нет, это так, я это помню. Я говорю, Стэн, извини, хорошо, но если я скажу, что ты права, я плохой историк, по моим данным это не так. А ты помнишь так, ради Бога, это, ну, я не могу согласиться, потому что ты это говоришь. Прошло слишком много времени. Это раз. Второй вывод, это для историков, лично для меня, да, этот фунт означает революция в моей голове. То есть, вопрос, который я себе задаю, это, какую историю я написал по сегодняшнюю. Может быть, не очень хорошую, может быть, не очень плохую, но, конечно, это уже, для меня это уже другое. То есть, потому что таких фондов много. Конечно, если карбинеры поставили фонд, мы знаем всю историю, как, почему они поставили этот фонд и открыли тогда. Они открыли этот фонд в Италии, конечно, открыли в Италии. Я был в Бернадном штате, в Карабине, с архивистами мы разговаривали долго. Они мне объяснили эти утверждения на Шорса, на Шлоссе даже в архиве, что каждые 20 лет они просто уничтожают эти фунты. Это по закону. Оставляют только самые важные дела. То есть, вот этот фонд не должен был существовать. Слава Богу, мы проиграли в этом. Коллеги, коллеги, да, конечно, я еще и понимаю, что у Марка грозили в результате этого открытия из исследователя-историка привозится в какой-то монетарный центр по ответу на запрос армонсельников, да? Он так скромно сказал, что их не сотни. Но тем не менее. Ну ладно, Марка, я думаю, что мы все спросим с тем, что если не дерево, это вашей, это кустик, то вы заслужили уже? Вопросы, да, только по-русски. У меня два вопроса. Есть ли в этом маркире какие-то сведения о русских эмигрантах и о русских евреях? Первое. Второе. Как-то выделялись ли евреи, члены фашистской партии до 30-го года или таких нет? Значит, есть русские, конечно, есть русские, а как же? Что это за вопрос? Обычно это женщины, иногда мужчины, которые на кораблях работают, которые приезжают. Женщины, они живут там, есть такие. И там есть, ну, интересное дело, откуда они, даже есть вот очень интересное дело, тонкое, которое просто потому, что занимать, хорошо, что я стал заниматься холкостом должного. Почему? Потому что раньше, как же они думали, ну просто. Значит, там есть такое дело, вот итальянец, который родился в Крему. Это вот эта часть, ну, мы говорим, то есть вот это тысячи с небольшими итальянцами, которые были депортированы. А потом уже вернулись, да, в Азовское море. Значит, он там родился. А потом каким-то образом, сейчас уже не помню, он, значит, оказался в... А у меня фамилия как-то знакома. Иду смотреть, его брат был депортирован. И он, значит, в итальянском мемориале есть, там его биография. И это, конечно, поможет тоже пополнить. Там, по-моему, были очень удобные уже. Ну, во всяком случае, поможет пополнить вот этому. Значит, второй вопрос. Да, и явились они, конечно, явились. В основном, это, конечно, не ПНР, то есть Национальная фашистская партия, а молодежная. Да, были. Даже Александр Бенатара, про которого, да, значит, он был членом ревизионистской партии на Руси, который утвердил, что это самая филийская партия к фашизму. Вот эта итальянская ревизионистская партия была создана в Италии. И эти... Почему он? Потому что эти люди, которые имели просто прямой свет, он каждое лето, конечно, он приезжал обратно на каникул. И они в Италии познакомились с этими идеями, вернулись на Родус, и там организовали вот эту партию. Даже есть партия, не его, уже не помню, чей, но есть такие вещи. Поэтому, ну, для того, чтобы стать членом РТНФ, пока вот Еврея не нашел. Нашел только, даже и женщины, только в молодежной организации. Кобземы. 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 Это чинза. 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 Пожалуйста. У меня четыре вопроса. Большое спасибо за очень интересный доклад, но я посмотрю очень коротко. Первый вопрос. А есть какой-то сайт в интернете, посвященный вот этому архиву, где можно как-то так, как нету, да? Хорошо. Ну вот это очень важно сделать. Если в таком же темпе. Да, второй. Хорошо. Второй вопрос. Как я понял, что в основном здесь, ну, как бы личные дела, да? Как мы говорим, да? Не только. А вот есть ли какие-то, допустим, дела, связанные с политикой координеров в отношении евреев, какие-то приказы, там, не знаю, распоряжения и так далее, где мы можем понять, как вот все происходит? У нас есть одно очень важное дело, которое называется российская политика. Российская политика. Расовая политика. Расовая политика. Расовая политика, да, да. работах представить ну скажем социальный срез вот этого еврейского сообщества на Родесик это же вот отлично это следующий шаг это огромная работа десятки тысяч я понимаю да вы сказали но это четвертый вопрос и после четвертого вопрос как я понял что вы еще и собираете так сказать устную историю то есть записываете интервью или как нет это просто происходит потому что то есть вы до сегодняшнего дня в основном это устная история которая как бы нам рассказывает то что произошло на Родесик поэтому просто приходится стать я сам то есть это было бы интересно тоже Марко несколько слов каков статус архива сегодня где он что-то чьим подразделением или как что-то не понятно в России находится это часть вот этот фонд это часть центрального архива Родес то есть государственного архива Родес ты уже не уничтожил находится 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 нет ну я там у меня ключ а ничего не будет трогать значит мы практически осталось из около 160 метров 4 метра 4 метра разборки практически закончилась заставили опис как еврейский маленький ну довольно большой еврейский фонд есть сейчас уже идет диджитализация да правильно этих карточек поэтому будет уже скоро возможность просто ну быстрее найти или там потом посмотрим много зависит от денег конечно сейчас мы сотрудничаем с музеем холокоста Вашингтона но в Вашингтоне они не так богат как кажется но конечно на это дело они уже то есть они тоже получают определенные проекты финансируются уже личными персонами да поэтому здесь как раз помогает один фонд греческий фонд который находится в Америке я знаю сейчас спасибо у меня вопрос я так понимаю что годовщина депорта в прошлом году были памятные мероприятия если можно кратко рассказать что это было что там произошло там приехало очень практически из всего мира около 400 людей может быть чуть больше мы собрались 23-го у здания Абренафика где были собраны тогда все евреи перед депортацией потом мы уже поехали на кладбище и там тоже читали пели песни то есть песни пели гимны израильские и открыли доску мемориар где там фамилии людей которые погибли до депортации то есть в апреле 44-го года из бомбах бировки раб там к сожалению можно сказать что не только я это заметил но некоторые евреи не согласились но слово раб не присутствует там написано что погибли и за немецкие ну почему потому что немцы начали войну поэтому но это как-то то есть союзники Раф это Ройал 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 Английский да англичане вам очень очень поскольку вот это вот район где жили явления на старом городе находится рядом с портом к сожалению попали и погибло около семи десяти людей но там слово не нравится и конечно через сто лет уже никто не будет с нами что это не обучается ясно еще а последний вопрос Марко скажи пожалуйста какую часть архива составляют дела именно еврейские нет не нельзя сказать что есть часть конечно конечно уже тридцать восьмой тридцать девятый сороковой год там вот это часть который или чертификат это значит свидетельство о том что я не в проблеме с юстицией там есть вот это например сто пятьдесят человек в тридцать девятом году почему потому что в тридцать восьмом году получить паспорт поэтому есть такие ну зависит от политической ситуации и есть конечно очень много здесь права очень много дел в тридцать втором году это предприятие они тридцать второго года а потом уже там как я сказал документы до конца почему потому что когда открытие и стали открывать все дела конечно у многих людей было предприятие или просто магазин вот это все есть очень мало там есть такая специальность 1.47 это значит те которые были посажены да то есть вот их очень мало но нельзя сказать какую часть архива составляет документы именно еврейской общины нет нет это не знаю нельзя сказать какую часть какой процент сколько процентов да ты показывал турков ты говорил о русских каких-то ну не знаю сейчас не могу сказать не могу сказать ну довольно много ну конечно меньше половины точно не могу сказать меньше половины лучше чтобы нам не остаться без обеда я предлагаю на этом посвящении я хотел бы отметить одну очень важную тему которая была поднята в сообщении марка это это вопрос который возникает когда историк опирающийся на но я уже буду пользоваться традиционной советско-российской архивной терминологией тем более что марк сам вот интуитивно воспользовался в докладе когда документы личного происхождения и устной источники вступают в противоречие с документами официального происхождения и возникает корризия в том чему больше доверять памяти или официальным документам это правда значит я всегда со своими коллегами спорил на эту тему потому что я как и марка в принципе считаю что документам следует доверять больше чем чем памяти и устной источники но выступая как адвокат дьяволу я могу сказать что в том сообщении марка которое ты сделал значит вообще это общий вывод к которому я в принципе присоединяюсь можно даже подвергнуть сомнением ты это сам демонстрировал документы официальные документы поддельные документы которые просто надо исследовать вот и все поддельный документ этого врача да поддельный так же вопрос наверное я лично я согласен абсолютно с тобой о том что когда мы подключаем как бы сказать архивные источники то картина совершенно меняется это правда но все-таки хочу отметить что это проблема это проблема может это надо выставить давайте поговорим надеюсь я я думаю что это одна из ваших но есть это страна что это 15 20 у нас начинается 15 20 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...